здравствуйте поклонники фотошопа и всем кому нравится возиться с этой программой я подобрал им очередной шаблон ссылка будет на него в описании под видео скачиваем разархивируем и пользуемся а теперь перейдем к ее настройки в первую очередь в отсутствие установленных шрифтов photoshop вам приложат установить их через creative cloud если же по каким-то причинам он у вас не работает то название шрифтов у вас есть видите их в любой поисковик и выберите любой сайт который вам больше всего понравится скачайте установите все здесь довольно легко и понятно надеюсь этим вопросом вы справитесь самостоятельно а вторым действием мы уберем все лишнее я имею ввиду сейчас текст он находится в одной папке просто скрываем и больше здесь такого ничего и нет переходим к персонажу слой который отвечает за девушку находится в папке модели чтобы ее заменить нужно преобразовать этот слой smart объекта а чтобы его открыть произведите двойное нажатие на эту миниатюру и соответственно в новой вкладке притащите в эту же область свою фотографию желательно выбрать а изображение с подобным расположением персонажа так как вам а потом не придется возиться с линиями но мы легких путей не ищем установим фотографию которая у нас есть а потом еще нужно будет немного уделить времени чтобы подправить эти же линии теперь же произведем выделение персонажа от фона я уже начал это делать буду использовать сразу же фильтра выделения и маска в английской версии она называется как select at mask вызывается она либо же через меню либо же для нее существует комбинация клавиш alt control плюс r все здесь быстро выделяется а через красную маску видны все недочеты согласитесь это очень удобно просто пройдитесь инструментом быстро выделения выделяя клочками и так потихоньку участок за участком избавимая девушку от фона кисточка с плюсом выделяет а с минусом наоборот скрывает также она продублирована на панели параметров можете там ее вызвать или же можно удерживая клавишу alt менять их между собой а пока вы удерживаете alt вы пользуетесь минусом то есть возвращаете лишнее на что вы не планируя залезли а так что это очень удобная функция пользуйтесь а также на этой же панели вы можете изменить размер кисти и еще хорошо с помощью этого фильтра выделять волосы или похожие с ним детали только все зависит от использованного вами инструмента после всего нажимаем на окей и у нас сохраняется выделение мы а просто создаем маску и фон а соответственно скрывается за этой же маской теперь же на нижнем слое у нас закреплен стиль слоя нам необходимо перенести этот стиль на наш слой удерживая alt перетягиваем вот этот значок а скрываем старый слой герл чтобы он нам не мешался закрываем переходим на нашу основную вкладку еще раз отмасштабируем это полученное нами изображение выставим а самое выгодное расположение не забывайте что у нас края слегка обрезанная поэтому помним этот нюанс но в случае чего мы сможем их замаскировать теперь же создадим маску и поскрываем края кисть нужно установить мягкую жесткостью 0 процентов сделайте ее побольше так будет плавнее переход просто пройдитесь этой кистью по краям и финальным штрихом мы подправим наши неоновые линии находятся они в самой верхней папке они выделены соответствующими цветовыми метками для начала просто по удаляем маски с папок и создадим заместник новые пустые теперь же все по новой поскрываем лишние участки с линии как бы переплетая и маскируя между передним планом и задним и уже судя с изображение и самого расположения персонажа будем маскировать их я еще немного здесь порисую вскоре конечно для вас этот процесс и покажу вам готовый результат а на этом все напишите в комментариях какой бы вы хотели шаблон определенного стиля или еще какие то в нем присутствовали детали дайте мне понять что примерно хотите вы и как только я его увижу сразу же выпущу видео для вас и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok